всем привет сегодня у нас будет парочка примеров по тайпу несколько звуков у меня буквально раз два и три странички где нужно звуки еще про тайпить поехали у нас здесь звук х да то есть уставший звук нужно подобрать подключи нам шрифт так это у нас будет наверное и вот этот вот да 1 х будет нас толстенькая сделаем обводочку и сделаем его светлую белую включайся давай внешнее сечение нет нас обводка 1 это вот эта водка беленькая окей окей подкручиваем ее как надо ставим на нужное место пошире побольше и вуаля первая х готова дальше идет только звуки а причем звуки а а у нас будут того же самого стиля что и это что наша х потом просто-напросто делаем дубликат слоя перетаскиваем его пониже конечно если вас фотошоп более новой версии вас перетаскиваем пониже не так как у меня происходит там более заморочно и на поэтому я для тайпа манги использую старую версию фотошопа для других целей я уже использую новую версию фотошопа я не обе тут присутствует делаем вторую буковку а вот так вот я просто уже очень привыкла к этому перетаскиванию букв на на этой в этой версии фотошопа что к новой версии так и не могу привыкнуть и поэтому для тайпа манги включаю именно в эту версию дальше кон кон это у нас тук-тук шрифт у нас тут более менее подходит мой спортсмен тук-тук этот звук это шрифт на самом деле называется спортсмен а он называется ds госе не на гускость не знаком читается г-о-о-с-е обводка из внешнего свечения окей давайте делаю все буквы большими он у нас не псевдо жирный поэтому будем вот деформировать нужно его сделать не другой а подскажение по горизонтали просто поменьше естественно подкрутим под нужным углом и чуть пошире сделаем тут нас то же самое то же самый звук то же самый стиль просто разделом дубликат слоя дубликат кликаем и перетаскиваем здесь у нас проблема в том что этот звук он как бы очень вертикально стоит если он поставил вертикально вот так вот так то по-русски это будет очень сложно читать ух ты как шею захрустила да полезно все таки так вот крутить головой но мы здесь делаем немножечко наклон все таки вот такой чтобы вы читать было более менее приятненько не совсем вертикально сделаем а чуть под наклоном плюс тут нас еще искажение по горизонтали можно убрать потому что его в оригинале в принципе не было только чуть-чуть есть небольшое сделаем это нам не повредит не хочу чтобы обводка залезала на облачка вот так вот оставим так едем дальше здесь уже сделала осталось тут так у нас это нас и писи писи это значит это шушу каются они там шушу эти на шушу будут по шрифту скорее всего вот это попробуем как он будет шушу да сойдет такой цвет белый и черная обводка черная тоненькая обводочка думаю один пиксель сойдет делаем это шушу вот так здесь нас около этого между двух точек очень большое расстояние поэтому сделаем его поменьше вот эту штукенцию изменяем на у нас шрифт на размер 18 значит то если мы поставим 18 то это будет нас вот такой расстояние нам нужно сделать меньше его 11 слишком мало допустим будет 13 вот трасс сойдет то расстояние вот это тоже на расскажу в отдельном уроке как это определяется как она рассчитывается это самое расстояние дать побольше немножко сделаем 18 секунду 18 вот так вот идеально только потоньше мать хочу и вторую шушу давайте вставим шушу вот так дальше что у нас еще так на этой страничке все сохраняем поехали дальше сюда здесь на звук трек трек кстати вот я обычно здесь использую шрифт спортсмен но у меня честно для не очень подходит потому что а у этого звука нету засечек а у шрифта вот это вот без гост на засечки есть не во всех буковках но есть сейчас покажу дима стала водочки сделаем обводка и внешнее свечение вот эта штучка вот буква это засечка при этом внизу засечки нету и здесь тоже засечки внизу нету довольно таки интересный шрифт такой перемешанный то есть него и есть засечки и не засечек и как его конкретно какую группу конкретно отпихнуть даже не непонятно скорее всего все таки звук с засечками так вот этот трек трек нам сделаем одним махом и исказим по дугой его и сделаем все буковки большими заглавными это у нас будет дуга на не такая сильная и искажение по горизонтали окей теперь искажаем его вот таким образом наклон делаем и здесь на поменьше поменьше ставим начало в нужную точку вот так вот хочу и теперь вот этот конец он должен так подойти его тащим отсюда кликаем и вот сюда так несколько свободного места секундочку это к чему именно местами мало чтобы видео записывать или чтобы фарик перекачивать на жесткий на этот самый яндекс диск это у нас да это гугл диск или яндекс диск гугл диск ну и ладно разберусь еще так трек готов нужно что это на звук гу серии так давайте переведем потому что не знаю что может означать я не все звуки еще выучила это по-моему очень сложно выучить все звуки так это нас вот это потом маленькая у маленькой отсутись нету хорошо тогда попробуем вот так делать сети сиди на сих местах это записи я не вижу его здесь вот он нашла все это вообще господи я постоянно путаю вот катакана хуже значит не разанов так не найдено отлично дорогу переводчик пожалуйста это у нас был звук и это по-моему до этого где потом маленькая это получается если это носок будет 100 вот так вот маленькая тсу слов катаканье где ее искать вот она и у нас тоже катаканская гестури и он это слово не переводит так унывание умывайте по-русски перевел на английский ничего а на русский унывание так давайте еще находит который я звук за язык знаю английский идет немецкий немецкой и ссоре тоже почему по-русски на золото умывание странно и ссоре ладно сохраним сюда на всяких случаев мало ли потом еще передумаю японские папочку японский поприкнем и тогда поставим умыние нам вместе умером на скорость это умывание значит сделаем умные принципе по картинке подходит так шрифт шрифт толстенький но кривовастенький так умные получается толстенький обводка белая окей вот здесь потом окей вот здесь сохранить как не забыть надо умные так дубликат умные ну а я отдельно получается да ну ладно садать и буковка е в конце чуть-чуть побольше и сделаем вот это слишком много было вот так сохраним можно по идее этот умный сделать искажение по горизонтали но если мы это сделаем то толщина потеряется в принципе давайте так все таки попробуем дугой дуга нам не нужна искажение по горизонтали сделаем да в принципе он не настолько и исказился в смысле не настолько тоньше стал думаю совет и так вот чтобы меньше картинку оригинально закрывать мы делаем вот таким образом сохраняем и у нас последняя картиночка где у нас осталось парочка звуков это вот это вот снова у нас трик трик точнее вот так вот даже тут же снова используем ds cross трик обводка черная обводка белая обводку черного побольше сделаем она там толстенькая и соответственно обводку беденку тоже потолще заглавными буковками как бы так написать статью так делать все открылих это будет вот этот самый мне без то что вот эти две штучки они рядышком находится из-за моего лица не видите тут написано когда право ваш нажимаю создать дубликат слоя и удалить слой они находятся очень рядом с другом и постоянно нажимала на удалить свой место же идет дубликат очень тупо на самом деле сделано но что поделать в конце концов тут очень много инструментов фотошопе и куда что пихать ну сложно сложно очень придумать нужное место так если это где-то получается слишком тоненькие буквы то просто вверх поставим вот таким вот способом 3 так давайте уберем обводки все эти эффекты убираем ставим рядышком давайте обратно поставлю в виде кладу нажимаю и буковка к осталось еще у нас буковка к трик побольше немножко буковку и тоже можно побольше чуть-чуть теперь эти три слоя объединяем control г копируем стиль слоя отсюда и на группу целую вставляем до стиль слоя и включаем получилась нас вот такая студенция то есть смотрите если бы я сделала по отдельности каждую буковку то вы того где был вот таким вот образом сейчас 1 2 и 3 то есть нас у каждого слоя есть своя обводочка и они эти обводки перекрывают друг друга буква к залезать на букву и буквы залезать на букву р я сделала что я упала все вот эти стиле то есть обычные белые буковки поставила сгруппировала все это дело и на группу вот эту группу из трех слоев и и к поставила уже эти самые обводочки и получилось так что они как бы все вместе соединились и никто из них не перекрывает другого вот дальше кон этот был с какой нибудь бумс давайте бумк напишем у нас нужен шрифт толстенький 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 квадратники где у нас есть квадратные это нормально будет бум да зайдет черные буквами нужны и белая обводочка обводка так я уже скопировала вот этот стиль обводки то моя белая водка сбросилась теперь я сделала и снова скопировать число потому что очень часто нужна белая бодочка дальше что искажение по горизонтали не нужно тут по нолям вот ставим вот такое помяна искажения и будем подкручивать вставлять нужное место раз да эти штучки за это самое зарисуются так дальше дзюру дзюру не помню что такое дзюру дзюру но там последние звуки которые тут у меня остались да дальше будем клинить под звуками последние два звука дзюру дзюру не помню что они означают будем искать в словарике дзюру 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 и фи шухи шорох скольжение вжух шухи шух они посвелиться любой звук можно шухом назвать марте тащит как бы как будет звук точить жук-жук давайте так сделаем это у нас такой криво ластенький звонить классики а этот самый крючковастенький то есть него очень много этих завитушек это допустим пускай будет вот такой чтобы жук-жук и сказал отдать в жук там что жук тут маловато будет букв нужно толстый нужно белый потоке бы конечно же нос еще белая водка поставим чтобы еще толще казался да внешнее освещение это нас будет первая черная обводка так сказать другой самый поставим другой как он называется шрифт плохо читабельно стало две обводки сделали давайте шрифт поищем другой это как тоже тоненький это как слишком толстый так частенько бывает что застреваю как раз таки на последнем на последнем штрихе барб что за барб не только не нравится слишком слишком уж ровный он такой каравистый так каравистый письменный почерк вот это так вот тонкий слишком тонкий так что-то потолще 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 это слишком не то у меня очень мало на самом деле шрифтов если мечтаю когда мне появится время чтобы поискать шрифты еще новенькие то моих шрифтов как-то мне не хватает вот по моему да слишком ровненький слишком аккуратный на ну а этот и 3 квадратный тонкий он зато здесь можно толстый толщину поставить все супер нашла более-менее нашла что не нужно если большие буковки то так себе давайте в большую сделаем остальное будет так так переворачиваем здесь нас тоже очень вертикальные буковки и поэтому этот самый наклон я буду все таки сделать немножечко по-русски да то есть как бы не вот так да а все таки чуть-чуть его наклоню в лево в левую сторону чтобы нам учитать было попроще и второй вдруг идет вот сюда вот так да и вот так вот все пять на этом закончен всем спасибо за внимание дальше будет клин и еще эту страничку нужно затайпить до конца словечки спасибо за субтитры сделал DimaTorzok